Писатели и поэты за чистоту русского языка. В лекционном зале собрались члены литературного объединения «Горизонт» и Союза писателей Приднестровья. Вспоминали историю создания писательской организации города, читали стихи, делились творческими планами. Такие мероприятия обычно проводятся перед широкой аудиторией школьников-старшеклассников. Говорят о литературных традициях приднестровских авторов, знакомятся с новыми произведениями. Мы, Приднестровцы, относим себя к славянскому миру. Мы думаем, говорим и пишем на великом русском языке. Языке, на котором писали великие Пушкин, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов. Великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. Так охарактеризовал его Иван Сергеевич Тургенев. Продолжателями традиции русской классики можно назвать членов бендерского литературного объединения «Горизонт». Оно было создано более 70 лет назад, в далеком 1949 году. У истоковой организации стояли Николай Киселев и Василий Худяков, а затем его сын Виктор Худяков. Долгое время поэты и писатели печатались на страницах газеты «Победа». И только спустя 45 лет вышел первый сборник, который так и назывался «Горизонт». В этом же 1995 году Лито стало составной частью Союза писателей Приднестровья. Следующий сборник был выпущен бендерскими писателями только лишь через 15 лет. Были, конечно, коллективные сборники Приднестровские, были альмонахи, был двухтовник литературный, были, как Евгения Николаевна говорила, сборники российские даже. Мы захотели иметь и свой журнал. Это литературно-худорственный журнал бендерских писателей. Первый номер, 2021 год, он вышел в апреле этого года. Чтобы почитать произведения бендерских авторов, достаточно посетить библиотеку. На сегодняшний момент в старейшем литобъединении республики состоит 20 человек. Некоторые проживают за рубежом. Затянувшийся карантин не позволяет собираться творческим людям вместе, как в былые времена. Поэтому приходится проводить встречи с читателями онлайн, перед камерой отвечать на вопросы и читать стихи. Голубым, наливаясь цветом, распустился цикорий летом, словно небо синий кусочек откололся. Сказать нам хочет, улетим, голубые дали, там, где вы еще не бывали, долго-долго ветра воевали, разгоняли серые тучи, чтобы солнце тоненький лучик золотой нитью пробился, чтобы ясным лазурным утром голубой цветок народился. У Днестра поутру благодать, чуть затеплится лучик рассвета, и поклевку не даст мне проспать гудкий вздох от шумевшего лета. С лета сеней на мокром песке остывают днестровские воды, и безудержно вниз по реке уплывают бесценные годы. Окунувшись в туман над рекой, с тихим плеском исчезнут прощальным, бесполезный подсаг под рукой и поклевка подарком случайным. Светлана Мазерина – многоплановый писатель, работает в разных жанрах. Стихи пишет с юности. Первый поэтический сборник под названием «Женская логика» вышел около 20 лет назад. Печаталась в отечественных и российских изданиях. Работа в СМИ вдохновила на создание произведений больших форм. Роман «Гладиаторша» – повесть с надеждой навстречу, готовится к изданию и семейная повесть «Последняя атака». Старый город, липо-золотица, тихий старичок-особничок, Тихо скрипнет в доме половица, на крыльце девица-боловницы цукнется позданный каблучок, Легкий ветер ветку поколышет, золотом тихонько позвенит. Старый город, прошлым веком дышит, под свои приветливые крыши, тёплым светом и закламами. Приднестровская литература вносит свой вклад в обогащение и сохранение русского языка. Произведения бендерских авторов входят в школьную программу курса «Литература родного края». Наши авторы, как это отмечали очень многие писатели в России, что наши авторы работают так, как уже многие в России не работают. То есть имеется что в виду? Развитие сюжета, имеется в виду чистота русского языка. О языках их произведений он не засорил с этими заимствованиями из других иностранных языков. Я считаю, что этого нельзя делать. Виртуальная встреча с читателями оказалась очень интересной и содержательной. С полной версией мероприятия можно ознакомиться на канале YouTube. Как отметили участники онлайн-мероприятия, бендеры – город маленький, но творческий. Было бы неплохо организовывать подобные встречи не только с писателями, но и с музыкантами и художниками. Лариса Тарабина, Валерий Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.